Псалом мы пели «Слава Богу, слава!» И я хочу сказать «Слава Богу, братья и сестры, за Божью милость, за Божье Слово» Мы пели и говорили, высказывали такие слова, чтобы Дух Святой, Он нам вложил эти слова, донес эти слова до нашего сознания, Слово Божье. И мы понимаем, что Слово Божье, оно есть живо и действенно написано. И в другом месте написано, что все Слово Божье, все Писание, апостол Петр пишет, Богодухновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления, для того, чтобы мы приходили в совершенство, Божье Слово. И сегодня мы будем обращаться к Божьему Слову, что Бог нас научал. И я просил бы, чтобы вы молились за проповедников, они нуждаются, за меня в частности, что Бог это Слово дал передать так, как оно есть. Я хотел бы сегодня поговорить с нами об одном, на мой взгляд, очень важном слове, в которой записано первое место, это послание к евреям, 11 глава, мы ее очень хорошо все знаем. Это глава, которая говорит о вере, о том, что вера очень важна в жизни человека. И я некоторые стихи напомню. Первый стих – это «Вера есть в осуществлении ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера. И шестой стишок и ниже. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Бог воздает. И седьмой стишок, на котором я хотел бы остановить свое внимание. «Веру иной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благо Гавея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил Он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Слава Богу! Здесь говорится о Муже Божьем, о Ное, о том, что Он верою жил, верою действовал. И здесь одно слово, на которое сегодня я хотел обратить внимание наше, а именно «Благо Гавея приготовил ковчег». Давайте обратим внимание именно о том слове, которое было к Ною, и как Он, благогавея, построил ковчег, исполнил Божье Слово, то, которое Бог сказал ему. Это «Бытие», 6 глава, 8 стишка. Мы прочитаем это повествование. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Прекрасная характеристика человека. Ной ходил перед Богом. Братья и сестры, мы все ходим перед Богом. Все ходим. Но все зависит от того, как мы ходим перед Богом. Ноя родил трех сынов – Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась перед лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена. «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицем Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, а смоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега – 300 локтей, ширина его – 50 локтей, высота его – 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. И дверь ковчеге сделай сбоку его, и устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, которой есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти попари, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся на земле по роду их. И всех попари войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И последний стишок. И сделал ноль все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Слава Богу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы обратили внимание именно на то слово, которое Бог сказал Ною. Он сказал ему все в деталях. Ною, все в деталях. Сделай ковчег с этого дерева. Ему не надо было думать, с какого дерева он должен делать был ковчег. Бог это уже определил. И Бог знал, что с этого дерева, если Ной сделает ковчег, значит, этот ковчег, он будет прочный. Он выстоит. Все штормы, все бури, которые будут. Он, Бог сказал ему все детали. Ты должен вот так его сделать. Должен осмолить его снаружи, снутри осмолить. И Ной был очень внимательный к этому слову. Бог сказал, сделай отверстие в ковчеге. Представляете, если бы Ной упустил и не сделал отверстие в ковчеге. Я думаю, они могли бы там столько животных и людей могли бы задохнуться там. Но Бог сказал, сделай отверстие в ковчеге. Бог все предусмотрел. «Сведи его на локоть, если бы он сделал не по предписанию Божьему». Я думаю, что этот ковчег, может быть, и не смог бы выдержать все и той нагрузки, которую он должен был выдержать во время этого всемирного потопа, наводнения. И Бог сказал Ною, введи животных, приготовь пищи всякой для них, которые они питаются. И Ной должен был это все в точности исполнить. И написано в последний стих, и сказал Ной, и сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал, в точности, в точности до деталей, но и сделал все так, как повелел Бог. И вначале я читал, евреям написано, отмечено оно есть, что он благоговея приготовил ковчег. Благоговея. То есть, что такое благоговение? Я хотел бы сегодня об этом поговорить. Что же такое благоговение? Есть. И насколько оно важно в жизни нас, как христиан, благоговение. Я не знаю, насколько мы задумывались над этим положением, над этим словом благоговение. Когда мы смотрим словарь благоговение, говорит о детальное его значение, это высшее почтение со страхом. Высшее почтение со страхом. Знаете, я иногда смотрю на нас, особенно на детей наших, и я думаю, что нам нужно прививать им страх благоговение перед Богом. Дети, вы слушаете, да? Когда мы сидим на служении, детки, я к вам сегодня говорю, и вы занимаетесь другими делами, мы понимаем, что на этом месте присутствует Бог, мы находимся в Доме Божьем. И если мы сидим на служении, и мы занимаемся другими вещами, мы играемся, мы что-то другое делаем, является ли это благоговение и страх перед Богом? Респект, по-английски, респект. Мы должны уважать Бога. Бога, уважать Его Слово. Это есть требование Божие. Я прочитаю место одного, которое Бог говорил через пророка Малахию. Я думаю, братья все знают это место. Первая глава пророка Малахии. Последний пророк, который есть в Ветхом Завете. И здесь Бог обращался к народу израильскому, обращался к священникам, священникам тем, которые должны хранить ведение Божие, передавать закон Божий. И Он обращался и говорил, 6 стихка 1 главы, «Сын чтит Отца и раб Господина Своего». И Бог обращается к народу израильскому, говорит, что «Если я Отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Савову, вам, священники, бесславящее имя Мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? И дальше Бог предъявляет народу израильскому претензии. Говорит, что вы бесславите имя Мое тем, что приносите жертвы неблагоугодные Богу. А именно, вы приносите в жертву на жертвенник Мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое или худое, слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое, больное, не худо ли это? Поднеси это Твоему князю, будет ли он доволен Тобою? И благосклонно ли приметь Тебя? Говорит Господь Савов. Бог обращался к народу израильскому и говорил, что вы этим бесславите имя Мое. У вас нет благоговения ко Мне. Чем именно? Тем, что приносите в дар Богу не искренно, не так, как Бог этого желает. Он говорит, вы приносите нечистый хлеб, приносите хромое, слепое, больное. То есть, не то, что Бог достоин принять. Бог достоин принять чистую жертву. Бог достоин принимать именно то, самое лучшее, самое лучшее, то, что мы можем принести Богу. И я хотел бы сказать, что в нашем служении мы должны стараться принести Богу самое лучшее. Если мы приносим Богу нашу жертву, хвалы, мы приносим самое лучшее. Мы приносим то, что приносит славу имени Божьему. Если мы приходим в служение, мы должны благоговеть перед Богом. Мы должны со всем вниманием, почтением, страхом Божьим обращаться к Его Слову. Потому что написано, что Бог наш, это евреям говорится. Евреям 12 глава, два последних стишка. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы, приемля царство непоколебимое, царство, которое принес Иисус Христос, который подарил нам, говорит, мы будем служить благоугодно Богу. Почему? Можно служить неблагоугодно. Благоугодно Богу с благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это говорится уже в послании к евреям, которое написано для нас. Говорит Слово Божие о том, что мы должны стараться, должны стараться исполнять Божье Слово так, как оно говорит к нам, как оно написано к нам, благогови я со страхом перед нашим Господом. Говорится об Иисусе Христе, написанном евреям, 5 глава, хотел бы, чтобы мы обратили особое внимание на это. Это говорится об Иисусе Христе, который оставил нам пример для подражания, пример в своем отношении с Отцом, пример, который Он оставил для нас в служении и Богопочитании. Написано, это 5 глава, 7 стишка, «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за что? За свое благоговение. Бог услышал Его и помиловал, то есть ответил Ему за Его благоговение, то есть за почтение Отца, за то, что в Него было высшее почтение Своего Отца со страхом, независимо от того, что Он есть Бог, хотя Он Сын, написано, хотя Он Сын, дальше, «Хотя Он Сын, однако страданиями навык к послушанию и совершивше сделался для всех послушным Его виновником спасения вечного». Слава нашему Господу, братья и сестры. И это стоило для Него всей Его жизнью, Его служением. Написано, «Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за свое благоговение». Братья и сестры, очень важно в жизни нас, как христиан, иметь благоговение перед Богом, иметь почтение к Богу, иметь страх Божий в нашей жизни, это заключается во всем нашем служении Господу. И, знаете, благоговение, оно с собой несет благословение. Благоговение перед Богом несет свое благословение от Божия, приносит нам Божье благоволение. Благоволение. Написано об Иисусе Христе, когда Он пришел креститься на Иордана от Иоанна, когда Он совершил это крещение, хотя Ему это не нужно было, Он говорит, нам нужно исполнить всякую правду. И когда голос с неба пришел, это Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Которому мое благоволение. Почему? Потому что Он благоговел перед Богом. Он имел страхи величайшее почтение к Своему Отцу. На протяжении всего слова, которое Иисус Христос говорил в Своих проповедей, Он постоянно подчеркивал свое благоволение, свое почтение к Отцу. Он постоянно говорил о том, что я чту отца моего. А фарисеям и книжникам говорил, а вы бесчестите имя Его, вы бесчестите, а я чту моего Отца. И о том, что Иисус Христос действительно почитал и имел величайшее пощадьение к Своему Отцу, написано в 26-й главе Матфея, где говорится о том, когда Иисус Христос молился к Своему Отцу в Гефсимании, то 26-я глава говорит 29-й стишок, и отошел немного, пал на лице свое, перед своим отцом, пал на лице свое, и молился, и говорил, Отче мой, если возможно, да минует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как ты. И дальше говорится в 42-м стишке, и еще отошел другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша это миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. Он имел глубочайшее почтение к Своему Отцу, это есть высшее почтение, благоговение перед Богом. Братья и сестры, я хотел бы обратить наше внимание именно на то, насколько для нас Божье Слово является авторитетом нашей жизни. Настолько мы имеем Божий страх перед Божьим Словом, насколько мы стараемся почитать Божье Слово и в точности его исполнять. Знаете, я не хочу сегодня говорить полностью все, но я хочу сказать, что Слово Божье очень многие очень упрощают, очень упрощают, говорят, да, это Коринфянам было написано, где нужно покрывать женам головы, это написано Коринфянам, это написано Ефесянам, это другим написано, братья и сестры, а где наше благоговение перед Божьим Словом? Наше благоговение то, что мы должны благоговеть перед Божьим Словом, перед тем, что Бог оставил нам на страницах Священного Писания, и, знаете, благоговение, оно приносит для нас благословение, оно приносит благословение, оно приносит Божье благословение, Псалом Давида, я прочитаю это место, где написано 118-й Псалом, это самый длинный Псалом, я с этого Псалома только один стишок напомню, где этот человек Божий говорил в 38-м стишке, 118-й Псалом, утверди Слово Твое, рабу Твоему, утверди Слово Твое, рабу Твоему, то есть обещание Твое, которое Ты говорил рабу Твоему, утверди, и на что он ссылается? Ради благоговения перед Тобою, утверди Слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения перед Тобою. Братья и сестры, этот человек имел дерзновение перед Богом, он имел дерзновение, почему его жизнь была праведна перед Богом, его отношения были чистые, он благоговел перед Богом, и поэтому он обращается к Богу, говорит, утверди Слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения перед Тобою, потому что я благоговел перед Тобою, я старался исполнять Твое Слово, я ходил в страхе Твоем, Твое Слово для меня есть, жизнь, Твои заповеди управляли, то есть направляли мною, и он говорит, утверди Твое Слово ради благоговения перед Тобою. Еще хочу прочитать место, это написано Екклезиаста, восьмая глава, тоже этот человек Божий, Бог его использовал, и он пишет Слово, восьмая глава Екклезиаста, с одиннадцатого стишка прочитаем и ниже. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло, хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его, а нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Этот человек говорит конкретно Слово Божие о благоговении, о страхе Божьем, говорит, хотя человек нечестивый, которому Божьи заповеди ничто, он делает и коснеет в нем, но говорит, я знаю, что благо будет боящимся Бога, благо будет, которые благоговеют перед лицем Его, благо этим людям, которые благоговеют перед лицем Божьим, доброем, то есть благословение, говорит, а нечестивым не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, который не благоговеет перед Богом. Братья и сестры, сегодня я хотел бы наше внимание обратить на то, на наше отношение к Божьему Слову, на то, насколько Слово Божье, оно есть для нас авторитет, настолько мы благоговеем перед Божьим Словом, потому что от этого зависит наше благословение, от этого зависит Божье благоволение к нам, дети. Я еще хочу сказать вам, вы должны приучаться к Божьему страху на служении. Слышите, да, дети? Вы заняты своим. Когда вы на служении, приучайтесь слушать Божье Слово, потому что вы находитесь в Божьем присутствии. И мы должны уважать и бояться Бога. Пускай Бог благословит. Мы не часто это говорим, но я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, что мы должны иметь благоговение перед нашим Богом, чтобы Бог благословил нас, чтобы Божье Слово, оно для нас было авторитетом, чтобы это Божье Слово, оно жило в наших сердцах. И тогда у нас будет дерзновение, тогда мы будем иметь благоволение Божье, Божье благорасположение, если в нашем сердце, если в нашей жизни мы благовеем перед Богом. Я хотел бы сказать, не только здесь на служении, не только здесь в церкви, когда мы приходим, с нашими соседями, с нашими близкими, с нашими друзьями, может быть, в школе, мы должны знать, что мы являемся Божьим народом, мы должны понимать, что мы являемся письмом Христовым, не только здесь на служении, здесь мы все можем быть, иметь хороший вид и правильные отношения, но в наших домах, там, где мы общаемся, вот там проявляется наше настоящее христианство, вот там мы должны проявлять благоговение, страх Божий, чтобы не оскорблять друг друга, чтобы не огорчать, чтобы не обманывать, чтобы вести себя, как народ Божий. написано вы есть сыны Божьи, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшую вас из тьмы в чудный свой свет. Написано Ной благоговея приготовил ковчег. Благоговея в точности исполнил Божье предписание, Божье слово, которое Бог ему сказал. Представьте, что если бы Ной не отнесся со всей серьезностью, страхом, с благовением и построил этот ковчег не 300 локтей длины, ну а может быть 500, да, или же наоборот меньше, или шире, или выше, этот ковчег он не смог бы устоять эту всю нагрузку. И сегодня даже эти люди, которые строят корабли, они додерживаются именно вот этих стандартов, размеров, которые Бог дал Ною, для того, чтобы корабль был устойчивый, для того, чтобы он мог пройти все эти штормы. Поэтому Слово Божье сегодня говорит к нам, для того, чтобы мы могли все преодолевше устоять и дойти до вечности, пройти этот наш путь, мы должны благоговеть перед Божьим Словом. Мы должны в точности его исполнять и считать, что это есть Божье благословение для нас. Если мы это исполняем, мы имеем Божье благоволение, Божье благословение, Божье устройство, и мы имеем дерзновение обращаться к Богу, как Давид говорит, исполни Слово рабу Твоему ради благоговения перед Тобою. Да благословит Бог сегодня, братья и сестры, чтобы нам благоговеть перед Богом не в церкви здесь, а там, где мы находимся, там, среди наших рабочих мест, среди наших обстоятельств, где мы, где нас никто не видит, где мы находимся наедине с Богом, мы и Бог. Вот там проверяется наше благоговение, наш страх перед Богом. Да благословит Бог сегодня, каждый из нас, мы будем идти к молитве, и я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили это благоговение перед Богом, очень ценно в глазах Божьих. Написано, Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Да благословит Бог, чтобы Бог слышал наши молитвы, чтобы Бог устроял наши семьи, чтобы Бог благословлял устроил церковь, чтобы Бог благословлял устроил семьи наши. Да благословит Бог, чтобы мужья в семьях благоговели перед Божьим Словом, чтобы они были на своем месте, священниками в доме, исполняя то, что Бог возложил на нас, чтобы жены исполняли свое предназначение, то, что Бог определил для вас, не для мужей ваших, для вас. Пускай Бог благословит, чтобы в нашей жизни мы понимали, что благоговение перед Богом, оно приносит только благословение, оно приносит благословение Божье. Пускай Бог благословит каждого из нас и детей наших, чтобы нам иметь страх перед Богом, иметь почтение Божьему Слову, к Его заповедям. Да благословит Бог, мы давайте склонимся, помолимся, принесем славу Божьему имени и будем молиться, что Бог помог нам благоветь перед Ним. Аминь.